Верховный Совет остался верен себе. Решение на привлечение депутатов к ответственности парламент по-прежнему не дает. На этот раз от административного наказания избавлены депутат Олег Харжан и его бывший коллега Вячеслав Тобух. Они были в числе организаторов митинга, который прошел после выборов в Верховный Совет. В числе прочих Олег Харжан и Вячеслав Тобух указывали на фальсификацию выборов и требовали от Центра избиркома показать списки людей, проголосовавших за отдельных кандидатов. Митинг 2 декабря с требованием проверить списки проголосовавших был разрешенным. Но митингующие оказались на расстоянии ближе 30 метров к административному зданию, а именно зданию Центра избиркома, что запрещено законом. И это является основанием для привлечения организаторов к административной ответственности. Но депутатское большинство не дало согласия на привлечение Олега Харжана и Вячеслава Тобуха к ответственности. Сам Олег Харжан говорит, что считает свое решение провести митинг правильным, в случае повторения ситуации готовь вновь поступить аналогично. Но в отличие от других подобных случаев, он призвал коллег дать согласие на представление прокурора. Я точно знаю, что в нашей республике не должно быть касты привлегированных, у никого нет индульгенции, никто не должен прятаться за неприкосновенность. Поэтому формирую вас, что я разработал законопроект внесения изменений в Конституцию, практически полном прекращении такого института в республике, как неприкосновенность депутатов. Многие из вас в ходе выборов обещали это, поэтому я считаю, что если такое предложение примем, это будет правильно. Председатель Верховного Совета заявил, что он так же, как и Олег Харжан, готов отказаться от неприкосновенности и предложил отменить ее для всех, у кого она есть сейчас, включая депутатов. Неприкосновенность – больная тема, скажем так, в обществе. Однако хочу пояснить следующее, что согласно решению Конституционного суда, если правонарушение, которое совершит, скажем так, депутат любого уровня, не связано с исполнением своих служебных обязанностей депутата, тогда депутатская неприкосновенность, в принципе, на него не распространяется. Решение суда есть, но на практике депутаты активно используют неприкосновенность. Например, по данным ГАИ, в прошлом году всего за один день сразу три депутата Верховного Совета управляли своими автомобилями в нетрезвом виде. Во всех этих случаях Верховный Совет не дал согласия на привлечение депутатов к ответственности. Всего же за прошлый год восемь аналогичных представлений прокурор представил в парламент, а в отношении сельских и районных депутатов число установленных нарушений закона за год исчисляется десятками. Тем не менее, как правило, депутаты местных уровней следуют примеру Верховного Совета и не дают согласия на привлечение своего коллеги к ответственности. В основной массе отказывают от дачи согласия. По факту различных правонарушений, налоговых правонарушений, так как некоторые из них являются бизнесменами, допускают налоговые правонарушения. Часто у нас возникают правонарушения, связанные с правилами дорожного движения, соблюдения. Ну и другого рода правонарушения, в том числе и уголовно наказуемыми преступлениями. Даже есть и с причинением смерти. Прокурор также разработал законопроект об отмене неприкосновенности, но для депутатов сельских и районных советов. Решение уже по нескольким аналогичным нормам Верховного Совету предстоит принять уже в этом году. Степан Бугаев, Егор Бекерский, Юрий Прошичев. Первый Приднестровский.